Может быть, Вы прежде всего скажете, почему Вы такое решение обтеняли? Почему я принял такое решение? Я принял такое решение, потому что... Потому что, почему я в свое время принял решение баллотироваться в Зарковную Раду Краина. Я считаю, что город Карматорск, он, на мой взгляд, достроен просто более какой-то лучшей, лучшего будущего. И я шел в раду для того, чтобы попытаться помочь городу превратиться из поселка, рабочего поселка городского типа в город. В том числе и проработав год народным депутатам, я понимаю, что это возможно, но только в этом случае должна работать в том числе и вся остальная вертикаль, а именно мэр и совет. В последний год эта вертикаль работала очень плохо, совет работал, в принципе, больше на минус, чем на плюс. Все или большинство хороших инициатив, которые были в городе, они блокировались, мешались. Борьба с ветерными мельницами приходилась на те проекты, на те идеи, которые были, тратить так много времени, что просто это действительно тоскливо. И, исходя из этого, я понимаю, что, скорее всего, в должности городского головы, понимаю уже то, как это все происходит в Верховной Раде, понимая, только работает вертикаль правительственная, я, наверное, смог бы помочь. Осуществить свою давнюю мечту, которая у меня была, это сделать красивый, комфортный город. Если вы станете мэром, кто на ваше место придет, на место депутатов? Ну, я не знаю, об этом народ должен будет повысказаться. То есть вы будете конкурировать с Андреем Бесуным, я так понимаю, да? Он тоже говорит про это. Я не знаю, я думаю, что я буду конкурировать с теми кандидатами в мэре, которые будут у нас в городе зарегистрированными и действующими кандидатами в мэре. Не знаю, будет ли это Андреем Бесуным, будет ли это. Если он будет, вы знаете, если он кандидат, я буду конкурировать с ним. Если вы становитесь мэром, должно пройти какое-то время между тем, как вы стали мэром и прикрытили бы депутатом, насколько я понимаю, и тем моментом, когда появится новый депутат. Этот промежуток, на кого будет оставлен избирательный окуп ваш? Я не знаю. Технически может быть. Во-первых, непонятно, что будет происходить с Радой. У нас же много разных вообще возможностей. Это первое. Второе. Я думаю, что должны быть назначены новые выборы в Верховную Раду на этом участке. Но это же не моментально произойдет после... Пока назначится, да. Какой-то процесс этот будет заниматься. Я буду... То, что имеете, скажем, не связи, но, по крайней мере, знакомство, то информационное поле, которое у меня было, я буду живым использовать для того, чтобы город поддерживать. Продолжение следует...